Мы много лет страдали от недостатка финансирования, и страдаем до сих пор. Тут почти ничего не изменилось за последние 20-30 лет. Вы говорите, не хватает финансирования. А разве дело не в нехватке промышленности и рабочих мест? Не хватает и того, и другого. В Англии нас часто считают второсортным, или даже третисортным регионом. Нет денег, нет возможностей. В регионе нет никакой промышленности. Только вот дорогу новую строят. Она отлично выглядит. Ученики возлагают на нее большие надежды. Но придет ли к нам по ней новая промышленность, я не уверена. Именно этот регион получает немалые деньги от Евросоюза. Но на референдуме вы проголосовали за выход из ЕС. Как-то так получилось? Думаю, Брюсселю просто не верят. Коммуникация не налажена. Полагаю, сыграли свою роль и социальные факторы. Кто-то, наверное, скажет, что тут мало образованных людей, и поэтому получился такой результат. Хотя на последних местных выборах тут вообще не выбрали ни одного лейбориста. Никогда раньше такого не было. В местных советах теперь заседают независимые депутаты. И, конечно, это чувствуется. Думаю, на всеобщих выборах тут все равно победят лейбористы. Хотя и консерваторы набирают популярность, и независимые кандидаты отберут много голосов. Но все довольно непредсказуемо и может склониться в любую сторону. Мы словно ходим по лезвию бритвы. Думаю, эти выборы лишь закрепят произошедшие перемены. Сейчас хорошая возможность для новых кандидатов и политических групп. Люди устали от одних из тех же лиц и хотят перемен. Хотят, чтобы кто-то бросил вызов статусу КВО. Пока этого не произошло. Продолжение следует...